В Самаре в дни религиозных праздников и День Победы организуют перевозки для посещения городских кладбищ, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Автобусные маршруты будут курсировать 5 мая в День Пасхи, 9 мая в День Победы, 12 мая на Красную Горку, 14 мая на Радоницу, 22 июня в Троицкую Родительскую Субботу. Автобусы будут отправляться с 7 утра, а последние рейсы от кладбищ отправятся в 16.30. Перевозки будут организованы по маршрутам, указанным на экране. Администрация Октябрьского района сообщает, что в районе продолжается месячник по благоустройству. Не осталось незамеченной акции «Чистый фасад», в рамках которой волонтеры Поволжского государственного колледжа удалили жилого дома номер 3 по улице Скляренко, незаконное объявление и закрасили граффити. И благодарит активистов за проявленную заботу о районе. Администрация Красноглинского района опубликовала пост для тех, кто хочет накопить средства на будущее и приумножить их, обезопасив себя в особых жизненных ситуациях. Специально для этих целей разработали программу долгосрочных сбережений. Она начала действовать с 1 января и имеет целый ряд преимуществ. Вот некоторые из них. Софинансирование накоплений до 36 тысяч в год. Налоговый вычет до 52 тысяч ежегодно. Страхование средств до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Важно, что средства можно снять в любое время, но без потери льгот только в особых жизненных ситуациях.